Сергей Лермонтов. Революционеры в 19-20 веке скинули власть с помощью революции. Это верная стратегия по отношению к преступникам у власти. Сергей, дорогой, ну вот, мне не хватит пальцев загибать, так сказать, вот, приводя вам примеры того, как революционеры захватили власть и установили еще более жесткую диктатуру, чем там, коррумпированные режимы, на смену которым они пришли. Россия, Советский Союз. Ну вот революционный путь. Запрет прессы уже в 18-м году. Вот эти новожизненские статьи Горького, в которых он критиковал большевиков, и новую жизнь запретили, и изъяли, там, эти статьи Горького, потом простили. Сталин ему простил, но, похоже, что простил очень формально. Очень много свидетельствует того, что Горького все-таки они убили, так же, как и Горького. Вот. Так что во всех случаях вот этот вот революционный путь, террористический путь, путь не интеллектуальный, что ли, не хорошо рассчитанный, не хотя бы похожий, так сказать, на электоральный путь, он приводит к власти бандитов. Причем огромные жертвы при этом простых людей, которые рассчитывают на то, что они борются за свободу, они борются за права и власть подонков, бандитов. Вот. Примером приводить не буду. Что-то вы, Алексей, то есть Сергей, такие радикальные поддерживаете идею. Ну, вы как, чему-то должны все-таки учиться здесь у меня в ленте, вы очень активно. Если вы не работаете здесь за деньги, а занимаетесь просвещением, ну, просвещайтесь. Причем. Причем. Причем.